С приветом, Набутов! Саб-Зиро разве был в Раннинг Мэне? Конечно, Саб-Зиро был в Раннинг Мэне, он играл в шайбы у нее такие взрывающиеся были. Саб-Зиро замораживает все, что ты фигню говоришь? Ну ладно, подожди, был Динамо и был еще такой летающий человек с огнеметом. И Капитан Америка был, там же, кстати говоря. Но он и всех мочканул, короче. Арни, старичок. Кстати, про старые фильмы, вот, заканчиваю историю с профилактикой депрессивных настроений. Че, ребят, я камеру на видеотрансляции перенаправлю на Витечку, чтобы вы посмотрели. Не трогай камеру только руками, чтобы вы посмотрели, как Виктор Кириллович выглядит. Вирусы, вирусы, это самое, я посмотрел Мимино. Неожиданно. Сел просто, смотрел Мимино, где каждый план гениален. Ну, каждый план, каждая фраза, это цитата, понимаешь, потрясающий фильм. Просто, вы знаете, через два часа встал другим человеком. Ну, просто, ну, вообще, ну, полностью, вообще. Там же тоже этот конфликт, вот он мечтает быть летчиком. Летчиком, да. Лариса Ивановна. Большой авиации, да. Это бессмысленный советский скоростной самолет, убыточный, а сквозь который падал, его быстро, как он там, Ту-144. Ну, неважно, ладно, это же, так сказать. И вот он все же мечтал, а на фоне этого вот радость простой жизни в маленьком горном селе, это в Сванете снимали в Грузии, кстати говоря, и вот эти пасторальные планы, потрясающие, ну, пфф. Слушай, ну, это вот то, о чем мы в перерыве с Леной Новоселовой. Я для себя открыла пакет детских телеканалов. И когда я вчера пришла с работы... Ну, ты просто впадаешь уже периодически. Абсолютно, да, у меня это уже, конечно же, возрастное, но когда я вчера пришла с работы, я поняла, что либо с этим надо что-то делать, либо я сейчас спалю к чертям весь мир вокруг себя. Знаешь, ты включаешь телек, а там на золотом крыльце сидели, следом, там на неведомых дорожках, потом, после дождичка в четверг, проданный смех, ну, это же ребята. Потом переключаешься на какой-нибудь телеканал, еда, например. Да. А там наш папа готовит. С Лизерсоном. С Лизерсоном, да. Кстати, поготовит тоже хороший, хороший момент. Давайте быстро, коротко, у нас этот час дайджестный, в следующем часе Николай, конечно, звонится с обзором главных событий недели общественно-политических, и там все обнуления и прочая-то мутата, которые нам напридумывали в последнее время. Значит, давайте коротко про Артету, только что, значит, из арсенала лондонского сказал Игорь. Вся команда, равно как и Ювентус, в полном составе. И Реал Мадрид. И Реал, ну, Ювентус весь персонал клуба, 121 человек. А Реал Мадрид команда полная в полном составе, да. Вплоть до Аньелли, владельца Ювентуса, все на карантине из-за коронавируса. Значит, смотрите, что у нас в спорте. Вот вы представите себе, кстати, как организаторы массовых всяких соревнований, турниров и телевизионщики. Представляете, какие у них убытки сумасшедшие идут. Что у нас сейчас, как им трудно? Тоже депрессуха. Что у нас на данный момент, вот, постоянно сегодняшнее утро отменено? Серия А, Ла Лига, остановленная, это Кубок Испании, Кубок Французской Лиги, это все футбол. Сезон в NBA завершен, баскетбольная Евролига, чемпионат, извините, мира по фигурному катанию. Все турниры ATP, WTA, это теннис. Этап Кубка Мира по лыжным гонкам в Штатах, чемпионат Дании, чемпионат Греции, это футбол, чемпионат Нидерландов, МЛС, это футбольная рига американская НХЛ, чемпионат Португалии, футбол, чемпионат Чехии, чемпионат Хорватии, Лига Чемпионов Северной Америки, Кубок Мира по прыжкам с трамплина, чемпионат Норвегии. Так, то, что вот-вот остановит на днях, это Лига Чемпионов, судя по всему, уже два матча отменено, не факт, что будет доиграно в этом году, ну в том числе, потому что Ювентус весь на карантине, он свой матч не сыграет. Лига Европы, Лига Один, бой Хабиб Фергюсон и этап Формулы Один, чемпионат, первый этап уже прошел без зрителей. В НХЛ пока что отрицают при остановку матчи, пока непонятно, хотя... Ну, американцы заблокировали всю страну, поэтому... Спортивная вся общественность говорит о том, что, в общем, у них выбора-то как такового нету. По Евро 2020 футбольному решению будет принято 17-го числа Олимпиады 2020, вы слышали в новостях, АПЛ, Бундеслига, Российская премьер-лига и КХЛ. Под вопросом КХЛ заявил, что готовы играть без зрителей, РПЛ будет играть с численностью в 5000 человек, на всяком случае те матчи, которые в Москве, и это очень смешно. Это очень странно. Интересно, вот только у Спартака условно 17 тысяч абонементов, у Зенита еще больше, на их большой стадион. Вот как интересно, вот... Жеребьевку будут устраивать. Ну вообще, это, конечно, история. Из шапочки будешь доставать. Да, да, да. Бумажку с крестиком. Плюс 7903-797-6333. Друзья, все последние новости мы продолжим обсуждать и с вами, в том числе, через минуту. С приветом, Набутов. Слушатели наши Владимир из Екатеринбурга пишут, всю неделю следил за Формулой-1, и сегодня полностью старт Формулы в Австралии был отменен. Бахрейн под вопросом, но уже точно без зрителей Иван добавляет, что вообще за час до начала стартов Формулы-1. Ну да, параллельно сегодня же утром объявили о том, что в Австрии власти Тироли досрочно закрывают горнолыжные курорты в связи с пандемией. 16 марта, то есть с понедельника, закрытие вступает в силу, имейте в виду, вот смотрите, вот кто-то попал, кто собирался на лыжах сезон закрыть. Сейчас дешево как раз скататься. Снега полно. Я вот был в Швейцарии, снега внизу нет, а в горах снега полно. Ну что, ну что, ну что, ну ребят, ну мировая рецессия, ну все попали, все попали конкретно, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то наварился, типа там медицинских компаний и тех, кто предоставляет всякие онлайн сервисы, онлайн кинотеатры, там, вот я в VR делаю всякие развлечения сейчас. Вот Лена Василова все свои тренинги в онлайн переводит, тоже, друзья, заходите к ней в инстаграм. А последние цифры, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 128 тысяч человек, но обратите внимание, что из них больше 68 тысяч выздоровели. Самыми крупными очагами являются до сих пор Китай, 81 тысяча зараженных, Италия 12,5 тысяч, Иран 10, Южная Корея 7,8, Франция, Испания и Германия примерно по две тысячи зараженных и почти тысяча зараженных в США. Вчера стало известно о том, что Том Хэнкс объявил, что, находясь в Австралии, обнаружили коронавирус у него и у его жены. Сегодня стало известно о том, что жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом, она находится дома, и он также на самоизоляции. Но и невидимый подвиг господина Катасонова вчера выяснилось, что депутат Катасонов съездил во Францию и не стал самоизолироваться, а пришел на работу. Трагедия! Трагедия в стенах Госдумы. Действительно, депутат ЛОЛДПР Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции, но скрыл это и не обеспечил необходимый двухнедельный режим самоизоляции. Об этом на заседании палаты заявил Владимир Жириновский. По словам, Жириновскому информацию партия получила из Шереметьево. У нее, видимо, там свой человек. Представляете, драма Катасонова. Но ведь понятно, что нам с вами, как и всем остальным жителям страны, и даже избирателям господина Катасонова, на самого Катасонова наплевать абсолютно. Мы знать его никто не знает, никто и звать никак, вы понимаете? Кто знает только Катасонов? Был такой подводник, по-моему, Катасонов, замечательный в свое время. Вот. А этот, ну, этот Катасонов и Катасонов. Однако. Ведь в чем драма-то всей истории? Получается в том, что Катасонов не просто съездил во Францию и не ушел на самоизоляцию. А он посещал заседание Госдумы. И не просто заседание, ребят. Но, на самом деле, он, видимо, не посещал, потому что депутаты редко ходят на заседание Госдумы, что там делать, там и так все известно. Нет, нет, есть фотография. Но он, естественно, пошел и поприсутствовал на заседание по принятию поправок Конституции, куда неожиданно, переверстав все графики, буквально через час после предложения Валентины Теребошки примчался президент Путин. И вот это драма Катасонова. Мы не знаем, как сложится жизнь этого человека, давайте подержим за него кулачки. Потому что ведь это на самом деле дорогого ему может стоить. И все активы Катасонов, он может лишиться всех активов. И непонятно вообще, не окажется ли он в застенках Лубянки. Я, мы Катасонов. Я, мы Катасонов. Дело в том, что сам Катасонов, естественно, незамедлительно заявил, что ничего не имеет против решения отправить его на карантин, но затрудняется ответить, почему проигнорировал требования самоизоляции. Затруднился на это ответить. Он также отметил, что во время выступления Путина сидел, конечно же, на самом последнем кресле, в самом углу от трибуны за шторкой. Хотя фото говорят о другом. И вряд ли мог подвергнуть президента опасности. Нет, Катасонов. Нет. Это намеренно ты хотел нашего обнуления, ты понимаешь, подвергнуть опасности. Я считаю, что надо поискать американский след. Не исключено. Нет ли на счетах Катасонова переводов в суммы из американских банков? Ты будешь смеяться, наверняка есть. А недвижимость? Где-нибудь в Калифорнии? Наверняка, да и в Европе. В общем, я надеюсь, что Алексей Навальный займется плотно. Он всегда, он всегда этот человек вызывал у меня подозрение, этот Катасонов. Жириновский, друзья, рассказал, что во фракции узнали о сокрытии Катасоновым своей отправки на самоизоляцию от увидевших его в зале заседаний Государственной Думы врачей. В связи с этим Жириновский предложил поучительно наказать Катасонова и лишить того мандата Госдумы. Нет, можно сказать, что Катасонов покусился на Россию. Это ли не предательство? Ведь как Володин говорит, он говорит, вот смотрите, не нефть и газ наше главное состояние, что он сказал вчера. Потому что они могут упасть и ничего не стоит. А Владимир Владимирович его надо защищать. А тут, вы понимаете, какой-то Катасонов. Я позволю себе процитировать господина Володина. Еще раз хочу подчеркнуть, сказал спикер Государственной Думы, что сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и, если хотите, угроз, которые существуют в мире, не нефть и газ наше преимущество, наше преимущественно преимущество Путин, и мы его должны защитить. А ты не обратил внимание, что, когда Володин двигается, у него язык прям уже по полу волочится? Ну, это профессионально. Профессионально. Это профессионально. Профессионально. Он чемпион мира по пролизу абсолютно. Доброе утро. Доброе утро. 730-101. Здравствуйте. Здрасте. Алло, здравствуйте. Да, мы в эфире. Прошу вас. Здравствуйте, ребята. Спасибо за эфиры, за мысли, за позитив. Всегда вас. В предыдущем части вы обсуждали, был момент, что, дескать, смотришь новости и грустно. А я вот, например, веселый пессимист. Смотрю новости и веселюсь, как нас разводят, обманывают. Вот пример яркий. Вчера на заседании правительства Мишустин. Ля-ля-ля, у всех все плохо, полный катаклизм в мире, значит, будет падение мирового ВВП там на полпроцента или на процент, он сказал. А у нас, тут он споткнулся, может, у него даже там было написано, сколько падения, но получается в минус. И он, а у нас, а у нас все предусмотрено, все организовано и все хорошо. Ох, мы ржали часто. А у нас в квартире газ. На самом деле, я давайте сразу вам спасибо. Спасибо за звонок. За ваш звонок. Что может несчастный этот Мишустин сказать? Что? Объясните, что может Мишустин? Извините, я уже даже заказываю. Что? Едет, президент Путин собирает во Внуково, куда-то там он отправлялся, нефтяников. Так. Топовых. Проконсультироваться по поводу, с каким наказом Новака отправлять на встречу с саудитами в Европу. По поводу продления сделки ОПЕК+. Весь, весь сектор нефтяной, все частные, поменьше государственников, такие, все сказали, как минимум продлять, а лучше сократить добычу. Все, не будем ссориться с саудитами. Приходит Сечин, по известным причинам, говорит, начальник Увуха шутит, Путин называет начальником, Нашептал, пробил, мы тем самым, дескать, сможем насолить американской сланцевой революции. И, собственно, это официальная позиция, она и на, американскому сланцу, значит, мы насолим, если, значит, не будем не сокращать добычу, а будем наоборот наращивать, и цены упадут вниз. Ну, хорошо, дали команду, ну, полетел, там все обалдели, вышли из сделки, нефть рухнула, между прочим, 32, а впереди 25, потому что Саудовская Аравия сказала, что мы начинаем поставлять по 25 долларов, и причем на европейские рынки, потому что 90% нефти саудитов шла на рынки Азии, а сейчас они оттуда просто вышвыривают пинком под зад нас, с европейских рынков, давай еще 10 долларов дисконта на свое Arabian Light, она, по-моему, и наша Eurals вообще не конкурентно способна, даже с самыми большими скидками, и они сейчас захватят наш рынок, да, они ударят и по американскому сланцу, который в значительной степени нерентабельный, их 40 долларов себестоимость добычи, у нас со всеми налогами и транспортировкой порядка 20, получается, да, но сланцевые месторождения закрываются, потом нефть вырастает и они открываются за два дня, скважины запускаются снова, то есть да, и американцы бьют, но у американцев кроме нефти полно всего. Что касается реакции американского рынка, вчера фондовый рынок США закрылся крупнейшим падением с 87-го года, индекс Dow Jones на закрытии торгов рухнул на почти 10%, это стало крупнейшим падением с черного понедельника, на этом фоне Федеральная резервная система США объявила о поддержке фондового рынка на полтора триллиона долларов. У нас, друзья, тем временем проходит голосование регионов на тему поддержки закона о поправках в Конституцию, стало известно, что две трети регионов поддержали, разумеется, этот закон, но депутат Якутского госсобрания Сулластана Мэриан решила сложить в себя полномочия из-за несогласия с принятием предполагаемых поправок в Конституцию. В четверг парламент республики большинством голосов принял закон о поправках, при этом, по словам Мэриан, при обсуждении проекта народным депутатам не дали слова, я ее позволю процитировать. Да, у нее очень хороший формул. Конституция это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, которые внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию норму федеральных законов это чушь. Ну, а на этом фоне Дойчевелли пишет о том, что влиятельный ингушский тейп отказался поддерживать поправки там более сложная ситуация. Мы сейчас не об этом. Это действительно так, но там история про другое. Давайте я по поводу несчастного Мишустин. Вот что Мишустин может? Начальник сказал, министр выполнил. Что? Мишустин мог быть против этой истории, пытаться просчитать, что саудиты не как бы возьмут и пойдут просто в реальную ценовую войну и с нами, и с американцами. Они и нас топят, и америкосов. И еще объявили сегодня 13 миллионов баррелей, они еще на миллион нарастят. И потопят просто нас дешевые нефти. Да, у них бюджет сверстан у нас из 40 там с небольшим среднегодовой цены на нефть сверстается бюджет, а у саудитов 80 долларов. И по ним падение шарашит, может быть, даже сильнее, но у них очень дешевая нефть, и они просто возьмут количеством. И, кстати, качественное. Я напоминаю, что в 85-м году они один раз это сделали, Советский Союз закончился за 5 лет. Мы закончимся значительно быстрее. При 25 долларах это тотальный кризис в экономике, хотя нефтяники будут чувствовать себя более-менее нормально, у них практически исчезнут их пошлины и налоговые отчисления для государства, но мы живем за счет этих денег. Гурген из Москвы нам пишет, что в США на фоне падения стоимости нефти падает стоимость бензина, а у нас что-то не видно. Бензин никогда не падает. Конечно, ничего не упадет. Ничего не упадет. Будет только дорожать бензин. Конечно. А как? Нефтяникам надо замещать вопрошенные доходы. Нет, он будет регулируемо Регулируемо дорожать, да. Пожалуйста, на самом деле Мишустину противопоставляет свое мнение Алексей Кудрин, глава счетной палаты. Он написал следующее также накануне. Сохранение цены на нефть на уровне 35 за баррель, а стоимость доллара около 72 рублей грозит российскому бюджету потери примерно 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов. Дефицит бюджета при этом составит порядка 2% ВВП. Не рост в районе 1%, не ноль. Дефицит 2% ВВП. А реально он будет еще выше. Мы должны понимать, что перед нами стоят такие серьезные вызовы, сказал Кудрин. Но даже если нефть будет стоить 40-45 долларов за баррель по году, рост российской экономики будет нулевой. Вернемся к коронавирусу, друзья. Однако. Я напоминаю, через 2 недели все машины дорожают на 15%, все подорожает, продовольствие, потому что везде есть импортная составляющая. Либо непосредственно в продукте, либо в станках, на которых это производится, либо во всем. Ну и из новостей, связанных с коронавирусом. Расставляйте булки, ребята. Так, хорошая новость. Хорошая новость. Ну давай, хорошая, потом я плохую. Давай ты плохую, я хорошую, тогда на перерыв. Хорошо. База со ссылкой на родных пишет, что в больнице в Коммунарке скончался первый россиянин от коронавируса. Это 75-летний мужчина. Вернулся из Италии. Он вернулся в начале месяца. При этом уже поступает опровержение. Пациент в Московском медицинском центре, в который как раз и привозят больных к коронавирусам, умер не от этого заболевания, по крайней мере, об этом заявляет заместитель главного врача медцентра Игорь Тюрин. Цитата. Он умер не от коронавируса, а совершенно другой диагноз. Не пневмония, инфекционного диагноза нет вообще. Об этом Тюрин заявил в программе 60 минут на телеканале Россия 1. Я напоминаю, что вы видели статистику по выздоровевшим и по тем случаям, которые официально зарегистрированы, что резко экспоненциальный рост после 70 лет начинается. Значит, среди всех смертельных случаев из-за осложнений в меньше 10 лет 0, 10, по-моему, 20 лет, там 0,2, 20-30 лет тоже 0,2, 30-40, там, в общем, 40-50 лет, моя категория 0,4%, 50-60 лет, по-моему, 0,8, и так далее, и вот 70 и выше, там резко цифры растут. Еще раз, ребята, вот встречался в Женеве с некоторыми нашими там богатыми людьми, которые изучают тему, с некоторыми врачами очень любопытными, в том числе ими, вирусологами, так получилось, была одна компания, и сказали, подтверждая слова канцлер Германии, сказанные накануне, что переболеет минимум 70% населения Земли, ситуация значительно, так сказать, распространеннее, чем официальные цифры, так вот, они говорят, что только вы заботитесь о своем иммунитете, хороший сон, избегайте посещения общественных мест, пейте побольше теплого чая, и так далее, он смывает желудок, вирус, который вот остается у вас в носоглотке, вот все, что мы можем сделать, вакцина появится не раньше, чем в конце года, кстати, по поводу коронавируса, есть еще одна новость от китайцев, сейчас где-то она мне тут да, я пока напомню, что в России за прошедшие сутки зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавируса, на этом фоне Дональд Трамп отказался делать тест на коронавирус, он недавно встречался с одним бразильским чиновником, у которого прямо буквально через несколько дней после встречи с Трампом обнаружили коронавирус, Нэнси Пелоси, которую нежно любит Дональд Трамп, сказала, ну как же, конечно президент в этом случае обязан сделать тест, Трамп пошел, мне кажется, из духа чистого противоречия, вот если бы Пелоси сказала, не надо делать, он бы сделал, а так она сказала, он сказал, нет, меня коронавирус не касается, сказал Дональд Трамп. Позиция. Что я хотел сказать, китайцы заявили, я потерял эту информацию, это нормально, просматривал в перерыве, значит, что по их прогнозам пик пандемии придется на начало июня 2020 года, но если не будет каких-то форс-мажорных моментов, если государства не будут строго соблюдать вот эти вот изоляционные меры. Слушатели спрашивают, что слышно про вакцину, друзья, 6-12 месяцев, 6-12 месяцев и эти цифры подтверждаются практически каждый день медицинским сообществом. Вирус только пока в стадии изучения, еще раз напоминаю, что он тяжелый, больше, чем на метр не летит, если вам в лицо прямо не чихают, то, соответственно, ничего страшного, вы так воздушно-капельным путем не заразитесь, соответственно, самая большая проблема и для чего нужны маски, это не для того, чтобы вам не дышали в лицо, а для того, чтобы вы не трогали бесконечно свое лицо, вот, например, минимум 100 раз в день вы это делаете, а такие небротики, как я, могут значительно больше. Соответственно, он очень долго живет на поверхностях, на металлических поверхностях, например, на рукоятках в метро по 12-15 часов, соответственно, прикоснулись, потом потрогали губу, куку Вася, все сразу случилось. Мне нравится покашливать на фоне этих новостей. Если у вас, как у меня, например, немножко покашливаете, у вас кашляет с мокротой, это не коронавирус, соответственно, стопроцентная история. И более того, этот вирус не относится к категории вирусов гриппа. Это другой вирус. И сейчас засада... Но с похожей симптоматикой иногда. И сейчас засада в том, что у нас начинается сезонный грипп, есть еще ОРВИ, там традиционный и так далее. Самое главное, что вот эти лекарства, которые продаются именно от гриппа, в случае с коронавирусом, не работают, ребята, иногда говорят, даже вредят. Поэтому аккуратно. Но меры, которые вы принимаете... Мойте руки, укрепляйте иммунитет. Да, меры, которые вы принимаете для укрепления иммунитета, работают очень даже хорошо. Плюс 7903, 7976333. Хорошая новость. Успеешь, давай. Успею. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил в своем фейсбуке, что направил письмо мэру Собянину с предложением временно отменить или снизить плату за парковки в Москве, чтобы люди меньше... Да не может быть! ...пользовались общественным транспортом. Это то, что синие ведерки вчера предлагали. Это да. Предложаем тему коронавируса, вернее, меры его профилактики. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в часы пик. Это, безусловно, правильно и своевременно написал Толстой. По его сломамам у людей есть альтернатива пользоваться личным транспортом. Чтобы стимулировать это, надо предоставлять людям возможность парковаться бесплатно. И мы в этом господин Толстого в редкий случай поддерживаем. 730-100-1 плюс 7903-7976-333. Друзья, пару минут и мы продолжим. С приветом, Набутов. Да, спасибо, что вы меня поправили. Ребят, невротик, если это просто и коротко, человек, которому самому от всего плохо. Да, это не я, не невротик. Этим невротик отличается от психопата, которому часто хорошо, но с которым плохо окружающим. Да, и таких я тоже знаю, товарищи. Значит, что я хотел сказать? Смотрите, чтобы закончить тему с коронавирусом, надоел. Все, хватит. Так. Все заболеют, переболеют, все будет нормально. Не переживай. Укрепляйте иммунитет, много спите, правильно питайте. Все. Не ходите в общественные места. Порносайт Порнхаб ввел специальные привилегии для пользователей из Италии, которые находятся на осадном вложении. Значит, для них обеспечен бесплатный доступ к премиум-контенту. Акция продлится до 3 апреля. Дата окончания, введенного властями, запрета на въезд и в страну, и выезд из нее. В целом, представители компании намерят предоставить итальянцам бесплатный доступ к порнографическим премиум-роликам на весь срок карантина, если он будет продлен. Значит, в Порнхаб подчеркнули, что представители предоставляют бесплатный доступ, чтобы помочь итальянцам, которым предстоит провести эти недели дома. Вперед, Италия! Мы любим тебя, говорится в обращении компании. Дольче Вита! Ее Поресетэ, извините. Часть мартовской выручки компания направит на помощь Италии. Прекрасный, молодцы, вызывают уважение. Перехожу на этот ресурс. Так. Значит... Меньше рекламы. Да, а из того, что у нас, ну, смехотворные меры Сергея Семеновича по ограничению в 5000 человек для массовых мероприятий, даже обсуждать этот, ну, стоп, ну, просто чушь, чушь-чушью. На самом деле, главный вопрос, что речь идет о том, что придется, если тема так дальше пойдет, надо будет отменять День Победы. Ну, празднование Дня Победы, на который делается большая уропатриотическая ставка. Да, у гостей приглашены. Все по полной. Даже не идут разговоры, а сделать это придется, потому что, иначе будет странно. Так вот, из забавных новостей водителям Яндекс.Такси раздадут маски для защиты от коронавируса. Кстати говоря, в Казахстане из-за коронавируса уже отменили Парад Победы. Ну, естественно. А также дезинфицирующие средства. Поскольку случаи заболевания во многом связаны с возвращением людей из-за рубежа, буквально на днях мы организуем в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить маски, дезинфицирующие средства, а также измерить температуру. Отметили в Яндекс.Такси. Кроме того, им раздадут специальные памятники. Вопрос следующий. Памятники или памятки? Памятки, извините. Вопрос следующий. У меня возникает сразу логически. В Шереметьево да, а в Домодедово и Внуково нет. Там что, за границей никто не прилетает? Йок-макарек. Ребята, вы можете что-то сделать по-человечески? Нет, просто тебе же сказали, с сегодняшнего дня из Италии, Франции, Испании, Германии рейсы будут садиться только в Шереметьево. Исключительно. Нигде больше. Ни в Домодедово, ни во Внуково. Слушай, скажи мне, пожалуйста, у меня товарищ просидел сейчас неделю в Италии, и чтобы не мучиться, прилетел в Вильнюс и отсюда перелетел сюда. Через Минск у нас летает? да пожалуйста. Слушай, все, я не хочу больше этот бред обсуждать. прекрати. Ведь коронавирус показал все, всю страну нашу показал, наизнанку вывернул. Отношения, качество медицины, что у нас тесты только в Новосибирске делаются. Или в Роспотребе. В Москве. Ну вот это я знаю, чтобы мы все, вообще все, все эти смехотворные, эти нянечки в костюмах космонавта, которые грязной тряпкой трут в этих карантинных центрах, ужасных, где в состоянии находятся люди там пребывают в ужасных условиях. Это статистика по 30 человек. Ну что вы смешите? Итальянцы просто правду говорят. А мы нет, а у нас там 35 человек. Ну что за... Ну, 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 смешно обсуждать. Ты сам 3 минуты назад произнес фразу я больше не могу говорить про коронавирус. Так, друзья, в эфире, вчера в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представили клип группы «Литл Биг». Так. Та самая группа, которая в этом году представляет Россию на конкурсе «Евровидение». Песня называется «Уно». Клип уже можно посмотреть в Ютьюбе, он такой бодренький. Мы, правда, до конца сейчас не можем точно знать, состоится «Евровидение» или нет. Запланировано оно на 12-16 мая в Роттердаме. Но то, что мы вам точно можем, это дать послушать кусочек этой песни. Спасибо, Дарья Александровна. «Литл Биг», как всегда, со своими там фирменными танцами. В общем, зайдите, клип посмотрите. Мне кому-то нравится, безусловно, но я не испытываю оргазмических конвульсий. Вы знаете, у меня не было такой цели, Виктор Кириллович. Но это не самое плохое, что мы могли послать на Евровидение. Я тебе даже больше скажу. На фоне того, что мы туда посылали, я считаю, что это прекрасная идея. Наконец-то послать туда «Литл Биг». Да, смешные и современные ребята. Так, друзья. Поехали, поехали. Значит, у нас история, которую мы хотим с вами обсудить, это то, что в ЦИОМ составил список из 10 самых аморальных поступков, за которые нашим соотечественникам стыдно. Вот мы вам предлагаем как-то вспомнить, вот за что вам стыдно, и потом мы сравним с этим вопросом в ЦИОМ. Не просто, а глобально. Что вы, какое явление, какие поступки вы 100% считаете аморальными? Считайте аморалочкой. Плюс 7903-797-6333, номер для смс-сообщения, он же номер WhatsApp, он же Uber, 730-101, наш телефон в студии. Давайте посмотрим, как вы мыслите. Но, давайте так, я вам дам просто накидку, о чем идет речь. Список, да. На первом месте идет употребление наркотиков. К нему относятся резко, отрицательно 90% опрошенных в ЦИОМ. На втором месте коррупция. Просто против нее высказались 85% респондентов. Что, на мой взгляд, уже, ребята, является 100% лукавством. Ну, 100%. То есть, как бы, может быть, они считают это аморальным. Но при этом значительная часть даже респондентов наверняка в этом участвовала. Ну, наверняка давала взятки. Коррупция вообще основа нашего государства. Ну, в том числе. Про наркотики. Ну, что тут говорить? Ну, ну, взрослые люди. Но при этом считают аморальным. Третье место. А нет, стоп, давай послушаем, что наш народ думает. Доброе утро. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Я немножко не понял вопрос, что только включился. Это в другом деле. А что у нас в Курске не работает на радиостанциях ваше радио? А вот мы сейчас выясним и вам сообщим. Спасибо за сигнал. Благодарим. Благодарим. Итак, друзья, аморальность. Что вы считаете вот стопроцентно аморальным? Какие поступки, какие явления? Ну, вот нам... Ну, вот, кстати, все-таки я, я, конечно, удивляюсь. Либо как-то неправильно опрос делался, либо... Обновление у нас сейчас на первом месте. Адская аморалка. А, но вы-то в этом не принимаете участие. Это аморальный поступок президента и группа обслуживающего людей, в том числе спикер у Володина. Там, я думаю, что решение принималось вообще, даже Володин был не в курсе. Думаю, что только в первом кабинете принималось решение. Буквально два-три человека. Ну, хотя там плюс-минус. Могу, здесь могу ошибаться, но тем не менее. Это же не ваш аморальный поступок, это аморальный поступок власть-передержащих. Хорошо, вот тебе про аморальность лично. Незаконно, неконституционно. Слушательница, аморальным считаю поступок подруги, переспавшись мужем своей подруги. Поступок подруги, переспавшись мужем. То есть с вашим мужем? Не уточняется. Хорошо. У подруги есть подруга, Я должен сказать, что измены входят в этот список. Вы про себя вспоминайте, давайте, что аморального делать. Скажите нам правду. Извини, извини. Екатерина предательство считает аморальным. Но измены, это фактически предательство. Это синоним, наверное, да? Все-таки он так подсознательно нами воспринимается. Кто-то может к этому легко относиться, кто-то трудно, но тем не менее. Место, ребят, проявление расизма. Его не должно быть, сказали в один голос. 72% россиян. Ну, да, это примерно как с коррупцией. Мы считаем аморальными, но все в этом участвуем. А расизм? Ну, ну что? Ну, у нас вон на каждом углу хачи, выгнать черных и так далее. Правильно? Фу. Популярные тезисы? Ну, к сожалению. Знакомые, я думаю, что всем. Поэтому я думаю, что, конечно... А, глобально, да. Помните, не люблю, ненавижу расизм и негров. Это так называют, старая анекдота. Вот это примерно про это. Доброе утро. 730-101. Неплохо. Да, доброе утро. Здравствуйте. Дальше. Доброе утро. Доброе, вы в уфере. Здравствуйте. Слушайте, вы знаете, я так послушал, вот первые два ответа, прям мне похоже... Я так понимаю, в целом проводят опросы, предлагают варианты. Нет, это результаты. Это уже готовые, да, это уже проведенный опрос. Нет, ну, во время опроса должны, видимо, быть какие-то варианты, типа, выберите наиболее аборальные вещи. Я так понял, там человек, который опрос оставлял, просто не очень в курсе термина, потому что, ну, как бы, вот, а чем вы употреблили водки? Я думаю, там нет в списке, да, употребления алкогольных напитков, что оно аморально. А при этом... Сейчас я смотрю... Пятое место, пятое место досталось алкоголизму. На пятом месте по аморальности. Да, да, но не наркомания, а там употребление наркотиков. Ну, в общем, суть не в этом. Я вот думаю, аморально, знаете, слово не держать, да? Жене изменять, ну, там, или мужу изменять. Вот. Аморально, там, слабых обижать. Вот как-то, ну, такие вот установки должны быть, ну, как нормальные, человеческие. Человеческие. А типа делать что-то, что не вредит другим людям, и при этом считать это аморально, ну, боже мой, господи, это странно как-то. Согласен, тем более это касается, ну, как бы, вас. Правильно? Ну, только вас. И на других не... Ну, если это касается только вас, и на других не влияет, здесь такая, как бы, есть нюанс. Ну, вообще правильный тезис, я согласен. Так, я смотрю, что еще у нас интересного. Алкоголизм на пятом месте, да, 55% участников опроса его обсудили. Осудили, извините меня. Да. На шестом месте вы будете сниматься неуплата налогов. Да что вы! Это назвали аморальным 59% респондентов. Вы понимаете? Эх. Езду по обочине считают наши слушатели аморальным. Так, это, давайте, это нарушение правил дорожного движения. И давайте мы тогда это вместе все скомпелим. Такого варианта, кстати, не было в вопросе. То есть, подожди, скорость на 20 километров превышать не аморально, а по обочине ездить аморально. Вот удивительно, а? Аморален слоган «Народное достояние у Газпрома», пишет нам Константин. «Аморально сознательно делать больно или плохо другому человеку», пишет слушателем. Так, о боже мой, да. Значит, ну про обнуление, Витя, я не могу, мне нечего рассказывать людям. У нас все про обнуление. Обнуление? И ты знаешь, довольно большое количество сообщений на тему того, что не просто обнуление, а обнуление, которое допустили именно мы. Вот это правильная формулировка. Многие спросят, конечно, а что мы можем сделать? Мы все понимаем. Что мы можем сделать? Тоже хороший вопрос. Сейчас мы адресуем его Николая Карловича Сванидзе. Кстати, вот он уже баражирует, я смотрю, за нашей стеклянной стеной. Через несколько минут Николай Карлович появится в студии «Серебряного дождя». Друзья, пока продолжаем разговор про аморальность. Самые аморальные поступки или явления, на ваш взгляд. Пишите, звоните. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Оставайтесь с нами. С приветом, Набутов. Ну что ж, мы решили с вами обсудить опрос в ЦИОМ, который опубликовал десятку самых аморальных поступков. Я напомню еще раз. Первое место – наркотики. Второе место – коррупция. Третье место – проявление расизма. Четвертое место – проявление неприязни к людям, которые исповедуют другую веру. Пятое место – алкоголизм. На шестом месте, друзья, неуплата налогов по степени аморальности. Да. Воровство, кстати, вы знаете, на седьмом месте. Я смотрю, что еще. А, вот седьмое место – это присвоение найденных вещей или денег. Да, и вот из этой же серии такого социально некрасивого поведения, значит, это вот аморально, это когда в городе, например, теракт или какие-то проблемы, а таксисты и бомбилы повышают цены в десятки раз. Это отвратительно, пишет Наталья из Москвы. Аморально рожать детей, оставлять их на произвол судьбы или принуждать к аборту, Светлана из Балашихи. Балашихи. Балашихи, извините, извините. Измена только на восьмом месте. Аморально курить в общественных местах – девятое место. Десятое место – уклонение от армии. Ну и как бы наименее аморальным, по мнению ОВЦОМ, россияне считают употребление мата, а также безбилетный проезд в общественном транспорте. Я вообще не понимаю, как мат мог войти в число аморальных поступков. Такая же скрепка коррупции. А коррупция, ну, милый, ты что? Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Понятно. Что вы нам еще пишете? Смотрим убийство животных ради прихоти и развлечений по любой вообще причине, помимо пропитания, пишет нам Светлана. Бить детей и унижать детей, аморально относиться свысока к тем, кто слабее тебя, портить чужое имущество, аморальное лицемерие, вот такое, кляузничество, аморально. Сложная история, сложная история. А если по существу? А если оно по делу? Аморально держать народ за идиотов? Вот такие комментарии. О, это да, это к вопросу про обнуление и все наши конституционные дела. Еще комментарии. Слушайте, а я вот все думаю... Но это аморально, но рационально, с точки зрения некой группы людей, которые руководят нашим государством. Перекидывая нас, кстати говоря, в тему часа с Николаем Карловичем, слушатель нам пишет, «Я всю эту неделю думаю, аморальное или не аморальное выступление Терешковой? Понятно, что речь заготовлена, понятно, что это не ее инициатива, но ты же можешь всегда согласиться или не согласиться участвовать в этом?» Это действительно так. Это действительно так. Но когда ты внутри системы, не согласиться невозможно. В этом проблема. Это касается и коррупции, чтобы вы понимали, иначе на тебя же все и повесит. Аморально участвовать в правле? Госпожа Терешкова, надо сказать, что вы сами знаете, наверное, я не открою вам Америки, которая, конечно, символ далеких успехов в отечественной космонавтике, но с тех пор она только делает, что заседает во всевозможных наших, так сказать, псевдопарламентах. От советского образца или новороссийского и выполняет там какую-то функцию, просто работает там Терешковой. Ну, 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 там же все разъяснено, чтобы ей принесли напечатанный текст и от руки была вписана, что будет Терешкова. Понятно, что прислали из администрации, чтобы она быстро это дело озвучила. Тут что обсуждать-то? Аморально молчать и просто наблюдать со стороны весь беспредел, происходящий во власти и в нашей стране. Ну, да. Доброе утро. Давайте последний звонок. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Рада вас слышать. Спасибо. По поводу аморальности. Знаете, я директор детского центра и очень часто вижу, как родители общаются со своими детьми. И я считаю, что аморально использовать мат и ругательные слова в адрес детей. Потому что все, что мы сейчас в них заложим, с этим потом жить, собственно говоря, вам. Ну, и нам тоже. Аморально свои какие-то комплексы на детях, ну, то есть выращивать свои комплексы в детях. И мне кажется, аморально со стариками обращаться так, как вы не хотели бы, чтобы обращались с вами в старости. И это все на глазах. И, к сожалению, это повсеместно. Да, спасибо. И тут мы выходим на основной вопрос. А что морально в нашем обществе? Какую мораль наше общество несет? Тогда мы поймем, что будет аморальным, исходя из тех установок, которые в нем существуют. Что власть так со своим народом распоряжается, ну, это некие моральные установки привычные, да. Мат тоже моральная установка. Коррупция моральная установка нашего общества. Друзья, ну, из последних новостей теперь официально принято решение при остановке сезона НХЛ с 12 марта. Это теперь официальные данные. Николай Карлович звонит за через несколько минут.